Пока ходила за камерой, привет зрители. Второй день бытия в деревне. Лиска видимо уже сожрала свою мышку. Случайно в окне увидела как там она гоняет мышонка. Из тех что я видела это третий, но я думаю это уже намного больше по счету. Счастье есть у кошки. У меня там суп варится фоном. Пока еще не суп, а просто курица. Стало интересно что это такое. Я подозреваю, что-то кусок поня. Ой, кипарь мешает. В камеру упирается. Потеряла, вот она. Тут мелкая морозь идет. Да это по ходу дела кусок поняя. Фу. Поры снова вспахали. Там еще одно кстати вспахали, но судя по виду мне как-то, чтобы вспахали. Это где в прошлом году был овес. А это я хотела сфоткать. Сначала заснять на камеру, потом сфоткать. В итоге не слезая с велика, четко сфоткать на приближение не вышло. Я решила заснять все-таки на камеру. Их сейчас много по дороге. Вот ну как много. В прошлом году они вообще тут не росли. А вот сейчас вот реально вот такой второй кустик уже на дороге попадаются. Купальницы, бобурки. Я не знаю как их там. Дикие лилии. Не те лилии которые, а вот эти. Лилии садовые. Я их просто сама была дикее лилии. Так они по-любому называются. У меня немножко уже дождичек помочил тут. Я сначала хотела до сюда доехать, начался дождичек развернулось. А потом он вдруг прошел. Я решила проехать дальше. Думаю, может сейчас даже по кругу сделать круг. Следующий приезд возьму сюда штатив. Не уверена, что буду со штативом и великом таскаться. Но может там поставить на штатив камеру, записать, допустим, хавчик или еще что-то. Очень давно туда не ездила. В силу того, что там медведь одно время ошивался. Да и так потом как-то не с кем было туда ехать. Сам черт велел заснять. Раньше это поле косили. В прошлом году еще даже. А в этом году его, видимо, тоже овцом засеют. И насколько мне известно, овец, который вот тут тогда на семи или десяти полях, я помню, засчитала в прошлом году. Правда, я еще не все монтировала с прошлого года. Есть то, что с позапрошлого и позапозапрошлого. Да, вот такая вот я раздолбайка. Короче говоря, овцом, насколько мне известно, кормили коров. Я думала, они овес посадят, потом помоют, будут делать какую-нибудь там овсяную кашу, типа геркулес имени Углича Поля Головинского. Овсянка производства агриволги. Ну, вот они кормили коров. Может, в этом году, как бы пробный прошлый год был с этой овсянкой, может, они побольше посадят, так это, как бы, раз побольше. Уже два, на два поля больше в этом месте спахано. Вот не знаю, в ту сторону, в Кожевникова там что-нибудь спахали или нет. А я еще в прошлом году думала, что на следующий год, мне как-то не успелось, ну, ей просто пришло поздно, в ту сторону схожу на велике, там как раз, ну, косили тогда, за круг на поле, потому что я считаю, что там внутрь круга, потому что, ну, как бы, круговая дорога, а тут за круг, на поле в ту сторону. А тут, видимо, особо-то и не сходишь, будут и растут. Теперь, ну, как бы, может, ты сходишь, но если тут посажено будет, а не будет скошено, то вот как здесь в прошлом году. Я даже, как бы, рада. Поля не пропадают, снова активизируются. Насколько помню, там дальше еще было поле. Я в прошлом году, когда ехала, видела что-то такое, глину сквозь деревья стрёмное такое, испугалась и не стала туда смотреть, когда мимо ехала. Потом на камере приблизила и узнала от родственников, что там спахали и обез посадили. Круто. Хочется сказать, еще плюдей сюда. Тут эти птички говорящие, которые в прошлом году мне жить мешали и не давали зайти за дом. Ладно, отрублюсь. У меня тут 20 минут чем-то осталось на флешке, надо освобождать. Еще одно поле вне круга. Это не то, которое тогда было, это еще, походу, ну, в общем, другое поле. Потому что то ближе к параллельной дороге было. А это я как-то выползла туда тогда, еще коров гоняли у нас. Ну, после коров, короче. Не на нашей ферме, а просто коров. И я этот, туда как-то выперлась с великом или без велика, я уж не помню. И немножко, с великом, наверное, немножко прифигела. Потому что, хоть это и внутри круга, а выглядело так, будто попал совершенно в другое место. не могла не остановиться, посередине катания с горки и не заснять. Это вот как раз то поле, которое вот параллельно. Обалдеть! Какие молодцы! просто стало интересно, что это за хрень. А, это тетя Танин дом видится. У нее крыша как-то чем-то покрыта, рябок у нее такой. Я даже не помню, монтировала тут ролик. А, я на телефон или на камеру снимала, тогда там видно было и фоткала, хрен знает. Мне попали сейчас местные жители. Ну, жители, которые на лето приезжают. Ескинские. Я думаю, что-то они. Я снимаю, думала, что-то мне камера передает, как там звук слышно. Даже просто слышно. Так, это, наверное, какой? Бурин дом. Да, это видно Бурин дом. А это значит и Танин дом. Привет тем, кто это будет смотреть, если вы вдруг знаете этот дом. А эта палка, видимо, фонарь. Да, вон там эти провода видно. Обалдеть! Короче, это поле, которое косят стабильно. Видимо, я буду отказать. В общей сумме внутри круга три. Теперь поле. Точнее, четыре поля, в общем. Тем двум, да, тут страшное поле, тоже теперь поле. Тоже снова поле, короче. Внутри круга четыре поля. И за кругом одно поле. В этой территории. Хех. А я так стою, можно сказать, палилась, наверное, для некоторых. Стою, смотрю, думаю, есть дорога в сторону, ну как, в детский наехать или нет. К дому у тети Вали, которая не жилая. Не жилец уже второй год по неизвестным причинам. Тайна покрытым раком. Дети, дети, что вы с ней сделали? Ее дети. Короче, ну, как они с домом обошлись вообще в прошлом году. Я так один раз подъехала, чисто замятой. И на разведку есть там кто. Ну, значит, знаете, когда вы с кем-то годами общаетесь, они адекватные. Ну, вроде как. А потом вдруг перестаете общаться, и люди становятся даже удивляешься, что они вообще людьми называются. И дом там был в таком очень странном состоянии. Ну, тупо интересно было, есть там дорога или нет. А то чисто полазать по полу живой. Ну, можно сказать, на 99% мертвой деревне. По полу живой деревне. А деревня-то, из которой родом одна моя соседка из этой деревни. Вот из этой деревни. И, короче говоря, надо было все-таки попрыскаться от комаров, потому что эти сволочи меня кусают на свободные места. Ну, и на свободные. Ну, и на кушу, и на футболку садятся. И, короче, я остаюсь, смотрю, что дороги нету. Думаю, ну, может с кем-нибудь как-нибудь туда сгонять, чисто посмотреть на разведку. Как там, что сейчас. Стоит какой дом, не стоит какой дом. И слышу машина. Я разворачиваюсь как раз и понимаю, что, ну, как машина едет. Я как в эту сторону думаю, то ли родственник-родственник, то ли охотники какие, то ли еще кто-то. Эта машина понимает, что едет туда. Видимо, это очередная новая машина тех, которые не могли позволить себе отправить свою собственную мать в деревню годами. Не привозили ей хавчик. Я не знаю, как она там жила со своими сухарями. И тем, что мы ей, ну, как дела. Бабушка мне стабильно что-нибудь выдавала, и я туда на велике свозила. Короче, они как бы едут. Я на велике стою, они мимо меня проехали. Я оглянулась и смотрю, проехали как раз туда. Зато я теперь знаю, что там кто-то есть. И адекватные люди обычно ведут себя как? Ну, когда кто-то в местную деревню вот так приезжает, просто посмотреть деревню, проведать старые места, с тобой здороваются и так далее. Они адекватные, но они неадекватные. Я вот не знаю, к кому относятся эти дети бывшего человека, с которым я когда-то общалась. Потому что есть купившая лет шесть назад дом в этой же деревне мадама. И когда мы туда с соседкой из моей деревни приезжали к ее дому бывшему, она так себя вела. Прям хозяин барин. Ну типа, что вы тут забыли? Хотя мы даже не к ней. И дом-то, в котором жила моя соседка, бывший дом, вообще другой соседний дом. И дети этой тетки помогали этот соседний дом на дрова отправлять. Ну короче, в общем так вот. Суровая ситуация такая. Есть адекватные, есть неадекватные. Разобралась на полке. Вообще давно собиралась. А тут еще и пинок под зад был соответствующий. Моя тут суп без круп на курином бульоне. На курином, точнее на куриных этих куленях. Картошка, морковка, петрушка, зеленушка и это самое, корешки молотые с солью. Там этот самый курочек. Зеленый лучок, кстати, вот что я сейчас этого молотого. Точнее резаного вчерашнего укропчика засунуть. У меня что-то так получилось, что холодильник был включен на суперхолод практически. Практически на супер-суперхолод, ну на холод. И я достаю, значит, туда морковку и вдруг понимаешь, что оно зареденело. И еще много чего, думаю, что такое. Грянуло оно там, значит, холод или нормально. Может быть, когда мыло повернулось. Может, когда таскали повернулось. Может, вообще повернулось кем-нибудь по незнанию, хрен знает. Ну короче, вот такая оказия случилась. Как бы у нас... Так-то по сути уже ужин, но у меня получилось, что сейчас обед. Вот. Я просто решила тебе показать, зритель. И вот здесь у меня в медленоварке была гречка. Какая-то дофига быстро развариваемая. Быстрая. Первая гречка в этой медленоварке в деревне. И я туда мясика еще добавила хренового. Утром-то у меня была гречка с сахаром и со сливочным маслом. А на ужин, который обед, у меня будет горечка с мясом. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...